Без зрителей не более 50 человек. В таком формате правительство разрешило проведение спортивных соревнований. Готовы ли спортсмены выйти на старт и что думает об ослаблении карантина министр молодежи и спорта, выясняла Елена Дидух. Олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года Вадим Гудсайт, он же министр молодежи и спорта Украины, на карантине тренировался в собственном кабинете. Радуется, что недавно смог вернуться в спортзал. Большинство спортсменов и во время карантина не прекращали тренировки. Но одно дело просто поддерживать физическую форму, а другое – профессионально заниматься в зале с тренером. Прыгуны в воду вернулись в бассейн 18 мая. Чтобы возобновить сложно-координационные прыжки, им потребуется время. Если именно новые прыжки прыгать, то это месяца 4 еще, я думаю. А чтобы именно просто те же самые, то месяца 2-3. Тренировки спортсменов национальных сборных команд возобновились с 11 мая. Уже через 10 дней кабмин разрешил проводить соревнования без зрителей. Но пока о рестарте чемпионата 30 мая объявили только в футбольной премьер-лиге. Представители других видов спорта пока строят планы. Календарь есть, но с сегодняшнего дня, прямо сегодня, еще прыжки не будет и завтра тоже. Я уверен, что где-то 2-3 тижни, месяца, и уже начнем проводить прыжки. Если будут все здоровы. Все спортсмены национальных команд обязательно пройдут тесты на коронавирус, обещает профильный министр. Атлеты и тренеры получили строгие рекомендации придерживаться противоэпидемических мер. Участвовать в чемпионатах, пробегах и турнирах пока могут не больше 50 человек. С 1 июня откроются детско-юношеские спортшколы, спортклубы и фитнес-центры. Кроме групповых занятий не больше 10 человек. Продолжение следует...